Новый год и новый старт для легкоатлетов. Спортсмены начинают 2021 соревнований. Здесь в универсальном спорткомплексе Подмосковья проходит первенство по легкой атлетике среди юношей и девушек. Более 600 спортсменов из 38 подмосковных городов, в том числе и Щелково, сражаются за победу в областных соревнованиях. Бег на короткие и средние дистанции, прыжки в длину и высоту. На состязаниях представлены как беговые, так и технические виды, более 20 дисциплин. Первенство проходит в течение двух дней. Мы открываем свой ликвидический сезон. Первые соревнования у нас в этом году посвящены рождественским стартам. 8-9 это юноши и девушки старшего возраста до 18 лет. Кто-то из участников этих соревнований уже прошел долгий путь и достиг определенных высот в легкой атлетике, а кто-то только открыл для себя королеву спорта. Екатерина занимается в Щелковской спортивной школе Олимпийского резерва с октября 2020 года. Показала неплохие результаты на состязаниях городского округа и сегодня уже выступает на областном первенстве. Стремится быть лучшей на дистанции 50 метров, а ведь конкуренция здесь весьма высока. Представлено 15 забегов, в каждом участвуют от 4 до 5 легкоатлетов, но Екатерина настроена побеждать. Я считаю соревнования – это возможность показать себя остальным, то, чего ты добился. Ведь многие на соревнованиях наоборот выступают хуже, чем на тренировках, и все из-за какого-то эмоционального состояния. Я же наоборот стараюсь себя настроить на то, что правда это шанс. Шанс представить Московскую область на соревнованиях Центрального федерального округа, а затем и всероссийских состязаниях выпадет тем спортсменам, кто покажет высокие результаты на областном первенстве. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.